А сейчас начинается финал с мячом Симона Пейчева. На ваших экранах уже есть результаты первых двух видов, подсчитанные в секретариате. Итак, в скакалке. Первое место к гран-при у Зариной Гизиковой, второе у Симоны Пейчевой, которая никак не дождется начала своей композиции. На третьем месте Олеся Мануйлова. Что касается Кубка Мира, посмотрите, какая сложная поза. Мяч держится стопой и долго, конечно, в такой позе находиться невозможно. Кто смотрел вчерашнюю трансляцию, видел, как начинала Альмудена Сит. У нее была приблизительно такая же поза с мячом, и она простояла буквально пару секунд, и мяч выскользнул. Сейчас все музыкальные композиции гимнастки приносят на дисках, поэтому уж не знаю, какая может быть проблема. Если раньше были кассеты, и их иногда приносили неперемотанными, то это уже ошибка тех людей, которые включают музыку. Но вообще-то болгарка начала упражнение не изначальной позы. То есть она уже опустила ногу и думала, что музыку еще долго не хватит. А как только услышала музыкальный сигнал, лучше начала свою композицию. Возможно, ее за это накажут. Посмотрим композицию, о результатах расскажу позже. КОНЕЦ 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 Ловлю двумя руками в конце композиции. Это ошибка и снижение сложности. Симона Пейчева числится в призерах финала со скакалкой. Она вторая в гран-при, в розыгрыше гран-при. И третье место у нее в розыгрыше Кубка мира. Зарина Гизикова и в том, и в другом финале на первом месте. В Кубке второе место у Анны Бессоновой. Ну и, как я уже сказала, в гран-при второе место у Симоны Пейчевой. А третье у нашей Олеся Мануйловой. Что касается...